Два немца, все-таки два человека у команды из Израиля, не хватило всего лишь одного места. Если бы Даниэль Самохин занял девятое место, то израильтяне могли бы на следующий год привести трех человек при четвертом месте у Бученко. Ну или если бы Бученко забрался на пенестал. Это было бы, конечно, уже слишком, но тем не менее, тем не менее, такое было возможно. Ну и итальянцы также будут вдвоем представлены стараниями Ивана Регини в первую очередь. Смотрим за эстонской фигуристкой, после чего обратим внимание на представительство танцевальных дуэтов на чемпионате Европы в Братиславе в 2016 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поднять зал в Стокгольме дорогого стоит, но свершилось наконец-то то, чего я ждал на протяжении всего чемпионата. Зазвучала под сводами шведской арены легендарная Абба. Будем придираться уже до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джерли Линамия оказалась первой, кто обошелся без падений. Потому я настаиваю на том, чтобы ее поднять выше 24-го места. Да, оценка за компоненты у нее пока еще не высока. Слишком она малоизвестна арбитрам и недостаточно опытна. Но в то же время, если обратить внимание на список турниров, в которых она участвовала, то она была уже на чемпионате Европы в далеком 2011 году. В Берне на морозе тогда проходил чемпионат Европы. Было действительно не просто холодно, минус во дворце. Вот просто поверьте, на улице, когда солнышко выходило, было теплее, чем под крышей. У Бернского барака и Сармаер тогда выиграла. И вот Джерли Линамия тогда заняла 13-е место. Ну, а сейчас порадовала публику. Аббай! На мой взгляд, столько мюзиклов охвачено. А почему-то не охвачено «Мама Мия». Прекрасное же произведение. Один из наиболее впечатливших лично меня мюзиклов. Ну, может быть, все сошлось. Прекрасный город, прикрепный язык, отличная постановка. Я «Мама Мия» смотрел в Лондоне, это было круто. И нужно его смотреть и сейчас. Правда, он, по-моему, в другой театр переехал, но в том, где мне довелось присутствовать в зале. Чтобы понимать всю тонкость того, что поют актеры, были еще и субтитры. Представляете, в театре сделана бегущая строка от того, что поют актеры. То есть можно было понимать буквально малейшие нюансы фраз. Ну, а если не удается вам посмотреть этот мюзикл вживую, смотрите его в кино. Великолепная постановка совсем недавно вышла. На мой взгляд, просто шедевральная. Впрочем, я при страсти. Нам бы это здорово. Вне зависимости от того, кто ее исполняет. К сожалению, для эстонской фигуристки оценка ее за техническую составляющую падает. Понизили ей до двойного попытку тройного флипа, до двойного попытку тройного Риттбергера. И поэтому сейчас ей будет крайне сложно покинуть свою нижнюю строчку в таблице. Но она в любом случае становится первой, кто удержался без падения в произвольной программе среди женщин. Почти 80 баллов получает Лина Мяяя. Конечно же, это не ее результат. Но и как минимум одну спортсменку обходит. В общем-то, на Североке в Бернии она была девятой в произвольной программе. Представляете, сейчас где-то в конце все-таки списка окажется. Лина Гидова-Нишели, судя по всему, так и замкнет турнирную таблицу. Именно ее обыграла эстонская.